Лучший вид на площадь Октября открывается из здания художественного музея. Только сам он закрыт с 2012 года. Тогда начался долгожданный ремонт, который перерос в реконструкцию. А она, в свою очередь, затянулась на годы. Чиновники края разорвали контракт с первым подрядчиком, компанией «Стройгаз». Она теперь банкрот. «Стройгаз» – это та организация, которая находится в процедуре банкротства. Мы отдаем себе отчет, что взять, наверное, мы ничего, бюджет края с них не сможет. Теперь на объекте работает новый подрядчик – компания «Селф». Ей исправлять ошибки предыдущих строителей и, конечно, восстанавливать то, что унесло время. Верхний третий этаж, и нам повезло попасть сюда после дождя. Вот такая картина. Прямо-таки находка для мариниста. Еще чуть-чуть и поплывет. С момента разрыва контракта с предыдущим подрядчиком прошло около трех лет. А значит, все это время дожди точно так же заливали этажи музея. Министр строительства ЖКХ проблему признал и оценил потери от простоя приблизительно в 30 миллионов рублей. Долгий объект стоял без консервации. И здесь с особым такой критикой подходим к именно последствиям такого простоя. Но здесь на сегодня основные виды работ, которые, так скажем, связаны с надежностью здания, они на сегодня выполнены, усиление выполнено. Вопрос сейчас идет о перекладке крыши. Вопрос и в состоянии картин. Все это время, пока музей простаивал и пока строился, произведения искусства лежали в хранилище. Сейчас, безусловно, хранятся работы в очень тесном состоянии. То есть, по большому счету, несмотря на то, что мы ежегодно четыре раза в год производим закупку работ, ну, практически нам уже сложно куда-то их загружать. Поэтому, безусловно, расширение площади для нас все актуальнее и актуальнее с каждым годом. Общая стоимость контракта – 1 миллиард 287 миллионов рублей. Примерно половина из них уйдет на строительство, а вторая – на закупку спецоборудования для экспозиции и хранения предметов искусства. Запустить музей в работу планируют уже в 2021 году. И все бы хорошо, только в этом даже у чиновников нет полной уверенности. Как говорят про стройку, да, ее можно и время, и деньги умножать на два, и то не угадаешь. Андрей Дриер, Николай Шелко, День с толком.